Сибирский город и административный центр Иркутской области. Здесь находится большое количество предприятий, производственных отраслей, пищевое производство, авиастроение, гидроэнергетика. В Иркутске сходятся одни из самых важных сибирских магистралей. Автомобильные трассы Байкал, Сибирь и железнодорожная Транссибирская магистраль. Богатый город всегда привлекал внимание представителей криминального мира, в том числе и воров законе. Олег Лазарев. Лазаренок. Родиной этого авторитета был пригород Ташкента. Там он появился на свет в 1960-м. Начинал с мелких правонарушений, постепенно набираясь опыта. Наладил связи с криминальными авторитетами на всем постсоветском пространстве. Воровскую корону Лазарев получил в 1995-м в Москве, в возрасте 35 лет. Входил в клан Вячеслава Иванькова, несмотря на свою хорошую дружку с грузинским законником Васса. После коронации клан отправил Лазаренко на север. Так он стал положенцем в Иркутске и присматривал за местным общаком. Фактически, он пришел на место Александра Моисеева, Масси, убитого в ходе противостояния между славянскими и кавказскими группировками. В 1996-м Лазарев короновал двух законников, также оставшихся в истории иркутского криминала, Акбашонка и Кучера. Акбашонок был убит, не проносив корону и месяца. Кучер жив до сих пор. Сам же Лазаренок также недолго протянул в Иркутске. В том же, в 1996-м, он был расстрелян в своем автомобиле вместе с телохранителем. Обоих доставили в больницу на скорой. Однако, они умерли в реанимации. Николай Акбашев. Акбашонок. Авторитет родился в Иркутске в 1962-м. В детстве на него никто не мог найти управу. Ни родители, ни учителя. Со своим сложным характером Николай в подростковом возрасте связался со сверстниками, промышлявшими воровством. И вскоре принимал активное участие в грабежах и разбоях. В 15-летнем возрасте впервые попал за решетку, в малолетку за разбойное нападение. Там и началось его знакомство с воровскими понятиями. После череды тюремных сроков по разным статьям, хулиганства, кражи, избиения и даже покушения на убийство, Акбашев в 1996-м был кранован в Москве. К тому моменту ему уже исполнилось 34. После коронации в том же году авторитет был назначен смотрящим по Новоленинскому району, родного Иркутска. Но на этот район давно имели планы некий Тищенко, отец и сын. У них была своя группировка и они считались беспредельщиками. Но тут появился Акбашонок. Установил свои порядки, мешавшие деятельности банды Тищенко. И забрал под свой контроль самые прибыльные объекты, которые стали платить дань ему. И конфликт стал неизбежен. Была назначена стрелка в шашлычной. На встрече безоружных, как того требовали понятия Акбашева и его люди расстреляли. А потом и всех невинных свидетелей, находившихся там в то время. На месте были убиты 7 человек. Но Тищенко этого показалось мало. Его боевики стали расстреливать людей, находившихся рядом с шашлычной. После боя на Тищенко-младший довершил дело брошенной гранатой. Впоследствии и отец и сын получили пожизненное. Алексей Гудына. Леха Иркутский. Современный вор в законе. Соблюдающий новые воровские понятия. Гудына был коронован в 99-м. В возрасте 25 лет. Ей семья, своя недвижимость, постоянный доход. В 2001-м имитировал собственную смерть, чтобы избежать правосудия. Но в 2003-м был обнаружен. В Иркутск Гудына приехал из родной Тынды, постепенно приходящей в упадок. Тут он начал свою криминальную карьеру и получил первую судимость за разбойное нападение. Правда, правосудия он смог избежать, обзаведясь новым паспортом и новой жизнью. Затем Гудына переехала в Санкт-Петербург, где продолжил свою криминальную карьеру. Владимир Соломинский. Солома, сын известного вораицидевиста, вор в законе и карманник, для которого Иркутск был родным городом. Короновал его лично Иваньков, наращивающий представительство славянских законников в Иркутске. Солома контролировал сам Иркутск, а также Ангарск. Был убит в Москве в сентябре 95-го, на Хорошаевском шоссе. Он вместе со своим другом Тредяковым подъехал к дому, где их встретили неизвестные. Они открыли по ним огонь. Александр Моисеев. Мася. Вор в законе, коронованный Иваньковым. Так же, как и Сергей Бойцов. Моисеева поставили положенцем по Иркутской области, от Япончика. В то время в регионе шла борьба между кавказскими и славянскими ворами в законе. Забогатую сырьем и предприятиями область. Убит Мася был в июне 91-го. Его машина была взорвана на трассе. Организовал убийство криминальный авторитет Андрейчик, давно работающий на грузинских воров. Это был ответ на неудавшееся покушение на самого Андрейчика, инициированное Масей. Сергей Лепчанский. Сибиряк. Вор в законе, который чтил воровские традиции. Урожденный в Иркутской области, он начинал свою карьеру с карманных краж. Создал свою банду, вместе с которой занимался рэкетом и грабежами. Захватив контроль над Братском, он распространил свое влияние и на Иркутск. В 1989-м переехал в столицу, где организовал знаменитую Бутырскую сходку. В мае 94-го, когда в СИЗО пришли в гости три десятка воров в законе. Он даже умудрился накрыть в камере стол. Сходку прервали нагрянувшие оперативники, и многие сотрудники тюрьмы лишились своих рабочих мест. В августе 96-го Лепчанский пропал без вести. Владимир Тюрин Тюрик – один из самых образованных воров в законе. С 89-го активно действующий в Братске. Работал вместе с Александром Моисеевым до 91-го. Затем после его убийства Тюрин единолично возглавил группировку. В 93-м стал вором в законе. Под его контролем находилась Иркутская область, а также некоторые объекты в ближайших регионах – в Хабаровском и Красноярском краях. После нескольких покушений, в 98-м Тюрин принимает решение переехать в Испанию. В настоящее время он проживает в Российской Федерации, занимается предпринимательством и благотворительностью, и не очень любит вспоминать лихие 90-е. Илья Симония Маха – грузинский вор в законе, не побоявшийся выйти против Типончика, что в итоге вылилось в противостояние двух мощных кланов российского криминального мира – Деда Хасана и Таро. Противостояние Маха и Япончика началось в Тулунской тюрьме. Когда туда прибыл Иваньков, Симония не признал его и стал настраивать против него других арестантов. Освободился Маха из Тулунской тюрьмы в 1988-м, но решил остаться в Иркутске. Формировал общак, налаживал связи, укреплял присутствие грузинских законников в регионе. Борьба с Япончиком закончилась разгранацией Симонии в ноябре 1993-го, а после смерти его соратника Пааты, Маха был все же вынужден покинуть Иркутск. Сергей Бойцов Боец, уроженец Иркутской области, прославившийся своей железной волей. В тюрьме показал себя радикальным отрицалой, не шел ни на какой контакт с администрацией. Был коронован Япончиком в Тулунской тюрьме в 1990-м. С конца 80-х в Иркутской области шла борьба между кавказскими и славянскими группировками. Боец отстаивал интересы последних. После своего освобождения, отсидев длительное тюремное заключение, в 1998-м, он попытался занять соответствующее положение в городе и области. Однако на Бойцова было совершено два покушения. А в третий раз, когда вор в законе поехал советоваться в Москву, и воры стреляли неизвестные киллеры.